Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Видим в прицел Владимира Ну смелее Пистолет против лазерного ружья Конечно не рулит Да, кончились патроны И вот теперь у нас пистолет против пистолета Кто выиграет? По пути берутся призы Это у нас Владимир позаправился здоровьем Поэтому такая жесткая у нас и долгая дуэль Надо взять двустволку, наверное И вот теперь Никита опять имеет перевес Преимущество перед Владимиром В огневой мощи Ну главное попадать Вот такая долгая дуэль у нас Я даже не договорил, как же дела обстояли на тренировке Ждем, чем все это закончится Мы на мониторе Никиты Мажет Никита мимо Ну а Владимира Очень мало здоровья Посмотрите, всего лишь 10 Но взял броню Убежали, разбежались Никто не захотел погибать И все-таки Никита добивает Достал Владимира 1-0, повел Небольшая передышка А я пока все-таки скажу Как же дела обстояли на тренировке Никита давил на тренировке С минимальным преимуществом С отчетом 6-4 он выиграл Ну в принципе игра была равная Мы сейчас перешли на монитор Владимира Он проигрывает 1-0 Играть будем, как и обычно, 4 минуты Хотя уже полторы минуты сыграно И счет 1-0 Поэтому дуэли у нас будут жесткие Еще одна дуэль Опять у Никиты огневое преимущество Точнее у Владимира на сей раз Пулемет против двух наганов Двух револьверов точнее Мы на мониторе были Владимира Сейчас перешли на монитор Никиты Долгие дуэли Никто не погибает И 1-1 Владимир сравнял счет Пол игры сыграно Ничья Так что вполне возможно Результат сегодня Результат нашей встречи будет ничейный Одинаково играют ребята Любимая игра КС Мы тренировались Но в Сэма тоже играли Конечно не так часто Но тем не менее Игрушка также азартная Мы на мониторе Никиты С пистолетом Пулеметом Томпсона Он ходит Высматривает своего Соперника И берет суперу ущерб Вот это уже хорошо Любое попадание Становится Приносит больше ущерба Сопернику А между тем Владимир видит Никиту А Никита смотрит Где же его соперник Не видит А здоровья маловато Осталось 55 55 единиц Мы перешли на монитор Владимира С супер ущербом бегает у нас Никита Вот такой он красивый Весь огненный Пистолет Пулемет Томпсона Проиграл Проиграл 2-1 Повел Владимир Вот забирает как раз Томпсона Который потерял Никита Осталось играть минута Сумеет ли Никита отыграться На тренировке играл лучше Но как в игре В реальной В настоящей Которая сейчас идет Не на жизнь А на смерть Сумеет ли он За эти уже оставшиеся секунды Отыграться Третья у нас Четвертая дуэль Или уже пятая Я сбился за счет Но со счета Счет 2-1 И да 2-2 Осталось несколько секунд Будет ли ничья Никита сейчас отыгрался Мы были на мониторе Владимира Сейчас опять переходим На его монитор И лазерное ружье Против минигана Убежал Никита убежал Считанные секунды Это фактически последняя дуэль Кто в ней побеждает Тот у нас и побеждает И это Никита Владимир, обидно На последних секундах Никита вырвал победу Обидно Ну скрасим Горич, поражение У нас как обычно Подарки от компании Сплав 21 век Выбирает победитель Цену свободы берет Лексагон До свидания Ну что же Скоро в нового Крутого Сэма Играть будем Эту тему мы поднимем Чуть попозже В рубрике игры Ну а пока Разыграем призы И среди телезрителей Итак В прошлой программе Мы вот эту парочку Дисков разыграли И спрашивали В котором часу Состоится открытие Нового офиса Билайн А вот и десятка Внимательных телезрителей Которые смогли И дозвониться В числе первых И дать правильный ответ В час дня Кому достанутся Призы Сейчас узнаем А получать их У нас На Баяна 8 Благодаря компании Сплав 23 века Сегодня у нас Призы будут Вот эту парочку Компакт-дисков Разыграем И конечно же В рубрике игры Сейчас их посмотрим Как выиграть Да как и обычно Дозвониться сразу После эфира И ответить на наш вопрос Ну а вопрос по сюжету Который мы сейчас И посмотрим То о чем мы неоднократно говорили Свершилось Состоялось открытие Первой очереди Торгового дома Сплав Да-да Именно такое название Получил бывший ДК строителей Торговый дом Сплав А как же иначе Ведь благодаря Именно этой корпорации Здание Простоявшее Заброшенным Не один год Наконец-то вернули К жизни Ну а почему Первой очереди Тоже понятно Здание большое И в нем Многое чего Разместится В том числе И оздоровительный центр С тренажерным залом Но это все впереди А пока посмотрим Что открыли В первой очереди Про все Разумеется В одном сюжете Не расскажем Еще за неделю До официального Перерезания ленточки Прошло открытие Офиса продаж Билайн Сегодня 24 сентября Произошло очередное Радостное событие Для компании Билайн На Новгородской земле Мы открыли Второй офис Продаж В Великом Новгороде Открыли его Совместно С компанией Панацея Н Ну это юбилейный Наш сузимный Салон Сумерская компания Панацея Н Уже пятый По счету Всего Открытые салоны В Боровичах В Староруссии В Валдае В Демянске И вот Подарок Для жителей Западного района Офис продаж В Великом Новгороде По адресу Кочетова 10 Жители Западного района Ну конечно же И все новгородцы Также могут воспользоваться Всеми теми же услугами Что представлено В нашем центральном офисе Номерского Волосова Замена сим-карт Детализация Выгодные подключения Кстати вот Компания Панацея Н Предоставляет Льготное подключение Да и подарки До конца месяца Первым Абонентам Которые придут В ряды Компании Билайн По адресу Кочетова 10 Конечно же За традиционным Перерезанием ленты Первых клиентов Встретили Также традиционным Шампанским и конфетами А всем подключившимся Дарили подарки В общем Все как обещано Ну а спустя неделю Состоялись еще открытия Магазины Империя Это мебель Косметика Очень оригинальный Магазин Империя Души Зайдите Посмотрите Традиционно Рядом с офисом продаж Билайн Открылся и салон связи Мобилайн Что здесь Отменный выбор Сотовых телефонов Различные аксессуары К ним И конечно Возможность подключения К различным операторам связи Отметим Специальный Ознакомительный стенд Из которого Можно взять телефон В руки И поближе познакомиться На нем выставлены Самые продаваемые аппараты Ну и конечно Очень порадовал нас Новенький фотоцентр Мы уже рассказывали О виртуальном киоске От Fujifilm Который установлен здесь Но судя на большую Востребованность Данной услуги Киоска будет два Вот такой Желтенький Просто красавец Фотокиоск От Kodak Подробная инструкция Как пользоваться Будет в ближайшей программе Хотя в общем-то То же самое Как и у Fuji Перед глазами Клиента тактильный Ну или сенсорный экран Давим те кнопки Которые нужны И распечатываем фотографии Если новые технологии Считаем сложными Конечно пользуемся традиционными Отдаем фото На печать мастеру Но и придется подождать Вот вам и плюс Фотокиоска Здесь все И сразу И сейчас А молодому поколению Конечно еще и интересно Самим пальцами В экран потыкать Да фотки С того же мобильника Распечатать В общем Чем мы хуже Европы Новейшие технологии В жизни Теперь они доступны Для новгородцев В салоне Товары доступны Для посетителей Можно брать И рассматривать Понравившиеся Покупать Ну а нечистых на руку Предупреждаем Доступность товара Не должна соблазнять Вынести И не оплатить Втихаря Не получится В общем Открытие состоялось Зайдите Посмотрите Пользуйтесь Покупайте Цивилизации В нашем городе Стало еще больше Новые технологии Разместились В торговом доме Сплав На улице Кочетова 10 Вот по этому сюжету И прозвучит вопрос В конце передачи Ну и конечно же В сотый раз Пожелаю дозвониться Всем тем У кого это еще Ни разу не получалось Сейчас давайте Игрушки смотреть Рубрику игры Открываем Традиционным Рассматриванием Подарков Что сегодня Первый От немецкой Команды Разработчиков Под потешным Названием Surricate Software Что здесь Потешного Ну вы хотя бы Раз видели Зверьков Под именем Сурикаты Одного их вида И повадок Достаточно Чтобы рассмеяться В общем От команды По имени Сурикаты Отличная игрушка Плоинг Часть 2 Ну а так как Это наш Русскоязычный вариант То не обошлось Без местных Фантазий Переводчиков В русскоязычном Варианте Плоинг Стал Местью Навигатора Кстати Именно это Бредовое название Поначалу Просто оттолкнуло От игрушки А потом оказалось Так это ж Плоинг 2 У них там за бугром Игрушка вышла Еще в 2001 году И нашла хорошие отзывы Впрочем И наши отзывы Будут тоже не хуже Вы играли В классический Арканоид Если ответ Да и Арканоид Вам по душе То Плоинг 2 Тоже понравится Потому как Это развитие Притом Просто отличное Развитие Идеи классической игры Разумеется Как водится сегодня Обязательно в 3D Но трехмерность Идею не испортила Даже приукрасила И сделала Игровой процесс Интересней Более того Авторы Умудрились внести В обычную аркаду По расстреливанию Кирпичей сюжет Есть не просто Бита и кирпичи А это Летчик-космонавт Который летает По галактикам И собирает топливо Для ракеты В общем Прикольно Отличное развитие Классической идеи А на секретарском Компьютере Этот Плоинг 2 Должен быть Обязательно Что же делать Еще в рабочее время Как не шарики гонять Рекомендуем Сегодня Плоинг 2 В розыгрыше Подарочек 2 Скорее подойдет Для нашей юной аудитории Ну не самой юной Но все же Называется Как ученик мага В поисках Магической книги Ну прям пародия На Гаррика Поттера Даже главный герой Прям брат Гарри Воседает на метле И в очках Ну сейчас он к нам Спиной конечно повернулся Поэтому очки не видно Но на обложке Компакт диска Он во всей красе Только Гарик Черненький брюнет А этот блондин Сивенький Итак Что нам делать надо А фактически Аркадный Симулятор полетов Так как это всего лишь Ученик То он выполняет Приказы учителя Вот вам и цель игры Что скажет То и делаем В первых миссиях Злые колдуни Нападают на крестьян Заколдовывают Их тыквы Тыквы начинают летать И жечь дома людей И их скот А наша задача Эти тыквы Расстрелять И дома и овец Потушить Вот такая развлекаловка Летаем Постреливаем Графика средняя Игровой процесс На первых порах Неплох А как дальше А вот и не знаем Играть надо Кому по нраву такое Дозванивайтесь Сегодня эта игрушка В розыгрыше Ну а сейчас Тянем Потянем Дему из интернета Ох и хорош размерчик Почти 600 мегабайт Под названием Астерикс И Абеликс XXL 2 Ну понятно Почему такой размерчик Все таки XXL И вот какой облом При инсталляции Ругнулась дема Не хочу инсталлироваться Ну так частенько бывает Но беда поправимая Вот ведь французы Назвали файл Своими буквами Французскими И поэтому инсталлер Не может найти Правильное имя Кто с таким столкнется Подправьте название Основного файла На правильное А его правильное название Находим Исследуя файл Сетап В общем Принудительно Инсталлировали И запустили И вот она Какая Кто игрался в этих героев На Сеги Или Нинтендо Приготовьтесь К встрече старых друзей Все как в старые времена Только в 3D И пожалуй Еще аркадней Если попросту Драчки Притом мясные На сей раз герои Попадают в город Лас Вегум Город игр Ну уже из названия Города понятно Что в игре Попахивает пародия Да собственно И чего удивляться Сами-то эти Астерикс И Абеликс Это герои Французских комиксов Кстати В демоверсии Содержится нарезка Фрагментов игры Довольно-таки Интересная Но ее лучше смотреть В рассуждалках Что мы и сделаем В следующий раз Так вот Там хорошо видно Что игрушка Реальная пародия В том числе И на популярных Компьютерных героев Будут пародии И на Марио И на Соника И на других В общем Задумка хорошая Да и реализация Неплоха Правда Заточка игрушки Под приставки Так что У владельца PC Мышки Прочь в сторону Ломаем пальцы На клавиатуре Однако Неудобно Но привыкнуть Можно Оторвемся от игр И на сайт К нашему интернет-провайдеру Новгорода и таком Акция интернет 21 века Продолжается Вот такой Огромный список Домов Где возможно Подключение К выделенке По льготной цене Но это только В месяце Октябрь Потом цена Возрастет На 800 рублей Так что В 800 Сейчас можно Сэкономить Новгорода и таком Это интернет Для всех Во второй части Рубрики игры Как и обычно Рассуждалки С просмотром Видеороликов Ну на какую Тему Сегодня Рассуждения Затянем А поговорим На тему Одних Из самых Ожидаемых 3D шутеров И для разгона Вернемся К роликам Показанными На выставке В Лос-Анджелесе На Экспо 3 Это вам Обновленный Движок От Crytage На котором Сделан Надеюсь Всем Известный Шутер Far Cry А вот Как выглядит Новый движок И соответственно Новая игра Ну что Похорошел Посвежел Тени И природа Прям реальны А вот Огонь Мог бы быть И получше Очень уж Искусственный Хотя Если такими Темпами Развитие Пойдет То через Пяток лет И огонь От настоящего Не отличишь К одним Из самых Ожидаемых Игр Конечно Отнесем И к Ваку 4 Мы Собственно Пару раз Внимание Уделяли Но Новый ролик Заставляет Уделить Внимание Еще Понятно Что В современных 3D-шутерах Разработчики Заставляют Нас Не только Бегать И прыгать Но и Сажают На разные Транспортные Средства Свежий Пример Half-Life 2 Поездить Пришлось Там Немало Ну В кваке Тоже Готовимся Кататься Что Будет А вот Хотя бы Танки Притом Смотрите Судя по ролику Танки Будут уметь Делать Стрэфи То есть Ходить В смысле Ездить Боком Невероятно Но Игровой Процесс От этого Значительно Облегчится А еще Будут Боевые Роботы Вот Их Хождение Боком Вполне Закономерно И просто Приветствуется Уворачиваться От врагов Куда Легче Кстати Что еще Бросается В глаза При просмотре Этого Ролика Ну Конечно Же Открытые И большие Пространства Игрушка Делается На движке Doom 3 Где Открытых Пространств Почти Не было Поэтому Было Опасение Что И квака Будет Мрачной И в основном Действие Будет Происходить В закрытых Помещениях Но Ревансов Говорили Не боись Мощь Движка Позволяет Делать И открытые Пространства И ведь Не обманули В кваке Можно будет Выйти На просторы И бабахнуть Как следует Из пушки Робота Это Хорошо Ждем А пока Приятная Новость Крутой Сэм 2 Наконец То Готов И вот Вам и Игровой Процесс Битва С боссом Ну Прям Кинкон Какой-то Ну Это Не я Играю Это По-прежнему Видеоролик А сама Игрушка Поступит В продажу 11 Октября Ну Не у нас Конечно У нас Попозже Там За бугром Мы Уже Высказывались О новом Двигателе Сэма Кукольный Он Какой-то Искусственный Ну Да Ладно Лишь бы Игровой Процесс Не подкачал Был бы В том же Духе А что Для нас Разработчики Приготовили А более Чем 40 Гигантских Уровней Среди Которых Джунгли Ледяная Тундра Города Вулканы Ну В общем Похоже На то Что Уже Было Ну И Конечно То Что Мы Уже Обсудили В Кваке Это Транспортные Средства В том Числе И Верхом На Животных Сколько Врагов До Тучи Среди Которых 45 Видов Новых Тварей Притом Помните Мясо Скажем Из тех же Быков Или Костяных Собак Которые Десятками Одновременно Появлялись На экране Трепещите Это Количество Увеличено В два Раза Да Вот Это Будет Славная Охота Будет Ли Прохождение Игрушки Кооперативам Да Будет Притом Помимо PC Игрушка Выйдет И на Иксбокс Да Об Иксбоксе Сейчас Под занавес Рассуждала Как и обычно Ролик Без комментариев Закрутим И сегодня Это будет Песенка Которая Уже Пару месяцев Валяется Думали Все Показывать Или нет А покажем А почему Не хотели Ну Видите Каков Главный Певец Вроде бы Мужик А ужимки Девичьи И маечка Женская С торчащим Животиком В общем Он Не он И не она А оно И попал Этот ролик Нам в рассуждал Купай После этого Ящик От Майкрософта А название Этой песенки Вообще Надо произносить Осторожно Пизез Еще одна Буковка И вместо Названия Надо давать Сплошной Бип Пиззаз 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 Come on We're gonna Give it to you Пиззаз 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 Come on Pиззаз Pиззаз Come on We're gonna Give it to you Pиззаз Pиззаз Come on Pиззаз Pиззаз Come on We're gonna Give it to you Pиззаз 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 И так улетел, туда ему и дорога А то после всех этих ужимок покупать Xbox как-то не солидно становится Ну а сейчас смотрим продолжение нашего компьютерного сериала Вспоминаем, где мы нашу героиню, главную Юльку, оставили А вот здесь Юлька продолжает свои приключения по порталу Ветер Духа И надо сказать, приключение ее подходит к концу Мы уже активировали одну голову зеленую Дует она теперь ветром Ну сейчас будем активировать вторую И так Юльке нужно попасть за вторую закрытую дверь Но попутно вот здесь боеприпаса собираем Ну а как мы туда попадем? А вот таким хитрым путем Пробрались через верх, в щелочку И вот он второй механизм Как его активировать? Сейчас посмотрим, повезет ли мне Ну, надеемся, что Юлька тебе повезет Как активировать этот механизм? Надо подумать Наши аркадные приключения превращаются в такие логические Маленькая логическая загадка Есть механизм И три рычажка Три вентиля Ну что, вращаем? Однако осторожно, Юлька, отпрыгнуть надо? Да, иначе сплющило бы Что произошло? Ну пока непонятно Надо посмотреть поближе Итак, смотрите У нас есть нечто типа ключа И замочные скважины Ага, вот одна открыта, а две закрыты Ну что ж Неясное становится ясным Вращаем вентиля и Пытаемся Да, пытаемся Пока только пытаемся, чтобы ключ прошел в эту замочную скважину Закрытый пока Поворачиваем этот вентиль Нет Ключ упирается Ну еще разок, наверное Да, и сплющат Юльку Надо отходить Вращаем еще раз Смотрим, что происходит И... и... Нет Не получается Ну что делать? Еще раз И вот теперь ключик прошел Ага, вот это радует Ну неужели все так просто? Ну что ж, теперь вращаем Вторую часть И все бы хорошо Да вот первая закрылась Ну что ж, еще разок пробуем Не все так просто оказывается Смотрим Ага Получилось Как? И самим пока непонятно Но главное, что все получилось Дверька открылась Ну и по идее Если вспоминать предыдущую часть Сейчас должны Появиться призраки А нам продолжают показывать Что произошло Да, активировалась Вторая голова Задуло ветром Но это похоже Не все Что-то нам еще Сейчас покажут Помимо активирования Ветра духа Что-то произошло еще И нас подводит Камера Подводит нас к статуе Открывается пол И Что это? Нечто зелененькое Вот сейчас туда и Отправимся Ну а пока перебьем Эти привидения Помнится, мечом Они рубились плохо Используем автомат Благо патронов у нас Достаточно Ну что ж, прыгать надо Сейчас-сейчас Пойдем посмотрим Что там за зелененькое Вылезло Ага Прыгать нужно аккуратно Ветер дует Головы активированы Подтягиваемся на руках И Юльку Сдувает Ну не будем спешить Переждем Ветерок Юлька у нас сильная Тренированная Девчонка Переждем пока Ветер Продует Продует Ну и еще разок Чтоб не сдуло Спешить не надо Хотя не терпится Что же там такое Из-под пола Зеленое вылезло Идем к статуе Вот оно Вот оно Доказательство Ветра духа Ага Доказательство Ветра духа То есть Юлька собрала доказательства Что она побывала В этом портале И прошла его И фактически Приключение В портале Ветра духа Юлькина Подходит к концу Вот он выход Ну что ж Идем сюда В принципе Все очень просто Выход с портала Ну и как обычно Прям Как в фильмах Ужастиках Когда подходит Все к концу Начинается землетрясение Все начинает Рушиться Полетели Привидения Перерубим их Мечом Хотя Меч у нас Практически Обесточен Посмотрите Он электрический Но не бьет Электрическим Электричеством Не бьет своей молнией Все из-за того Что нету силы в мече Воду надо найти Подзарядить Ну вот Яблочко тоже не помешает Съесть Энергия немножко отнята И прыжок При помощи Ветра Мы перелетели Эту пропасть Иначе никак А вот там водичка была Помнится Ну вот Пополним Пополним наш меч Готово Ну и сейчас Будет выход И закончится Приключение Юльки В портале Ветер Духа Прыжок И все Ну а что будет дальше Узнаем уже В следующей передаче Подходит к концу время Отведено для нашей передачи в эфире Остался лишь конкурсный вопрос От компании Сплав 21 век И сегодня мы вот эту парочку Компакт дисков разыграем Среди первых Десяти дозвонившихся Ну а теперь Внимание Вопрос Вспоминаем сюжет Побывали мы сегодня На открытии первой очереди Торгового дома Сплав В том числе И в новеньком фотоцентре Рассматривали Вот этот желтенький Виртуальный фото киоск Ну а вопрос такой Кто производитель-то? И возможные варианты ответов Может быть фирма Кодак А может быть Фуджифильм А может быть все-таки Канон Ну что ж Дозванивайтесь Вот по этому телефону В сотый раз напоминаю Звонить нужно только в среду В воскресенье Не надо звонить Это повтор передачи Звонки принимаем В течение 10 минут И только после полного Окончания передачи То есть после титров Звоните Пишите адреса В титрах смотрите До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!